Промыть и не мешал бы вот этот фасад. Мы можем каждую неделю. Сегодня бизнес проверили на соблюдение правил благоустройства. Первой по маршруту встала улица Есет-Батыра, вдоль которой стройными рядами ютятся многочисленные магазины, кафе, банки и салоны красоты. Возле железнодорожного переезда, расположенной вдоль трассы Харапта-Костанай, 35 километров от села Комсомольское, задержали автомашину Land Cruiser под управлением местного жителя и пассажиром, жителем города Ак-Тюбе. С руководством департамента юстиции Ак-Тюбинской области на базе НПП Атамикен сегодня был проведен обучающий семинар для предпринимателей по основным направлениям деятельности органов юстиции. Сильная жара ожидается в пятницу и субботу в пяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба КАЗ Гидромет. Днем 12-13 июля в Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Атыраусской, Мангистауской областях местами ожидается очень сильная жара. Плюс 40, плюс 43, говорится в распространенном сегодня штормовом предупреждении. Синоптики оценивают вероятность шторма в 90-95%. На Ак-Тюбинском море ищут тело утопленницы. Женщина ушла под воду накануне около 6 часов вечера, но ее тело до сих пор не найдено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ПЧС. Трагедия случилась на месте, запрещенном для купания, в так называемом диком пляже. Водолазы активно продолжают поиски женщины, а ЧП в службу спасения сообщили очевидцы. Правда, родственники утопленницы пока не отозвались, говорят в пресс-службе. Всего с начала купального сезона в Ак-Тюбинской области под воду ушли 10 человек. В Этикибийском районе полицейскими были задержаны браконьеры, охотившиеся на сайгу. Они признались в незаконной охоте. Это уже восьмой факт уничтожения животного, занесенного в Красную книгу в нашей области в этом году. Как признаются стражи порядка, это только вершина айсберга. В Этикибийском районе сотрудники полиции задержали браконьера. При располичном его автомобиле были обнаружены свежеотпиленные 4 сайгачих рога. С начала года в нашей области зарегистрировано 8 фактов незаконной охоты на сайгу. 9 июля сотрудниками Этикибийского отдела полиции совместно с инспекторами охот «Зоопром» при проведении совместных рейдовых мероприятий возле железнодорожного переезда, расположенного вдоль трассы Харапта-Хостанай, в 35 километрах от села Комсомольское, задержали автомашину «Ландкрузер» под управлением местного жителя и пассажиром, жителем города Ак-Тюбе. В салоне автомашины полицейские обнаружили и изъяли сайгачьи рога в количестве 4 штук, один кухонный нож, ручную пилу и одноствольное охотничье ружье, которое не зарегистрировано в органах внутренних дел 12-го калибра. А в городе полицейские поймали водителя, сбившего два дня назад женщину. Он в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. 8 июля примерно 20-30 часов водитель автомашины «Лада Приора», двигаясь по улицу Кунаева со стороны улицы Смогула в направлении Маншук-Маметова напротив торгового дома «Мерей» на нерегулируемом пешеходном переходе, допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями госпитализировано в реаниментационное отделение БСМП города Ак-Тюбе. По факту ДТП Департамента полиции начато досудебное расследование по статье 345, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт». В центре внимания в эти дни оказались главные улицы города, которые члены специальной мобильной группы намерены очистить от незаконной рекламы, мусора и других нарушений. Первой по маршруту стала улица Исет-Батыра, вдоль которой встроенными рядами ютятся многочисленные магазины, кафе, банки и салоны красоты. И тротуар промыть не мешал бы вот этот фасад. Ну все, мы можем каждую неделю. Местные власти регулярно пытаются приучить к порядку все предприятия и организации, а в порядке должны быть фасад, адресная табличка, должны стоять мусорные баки, ну и по возможности скамейки. Еще в списке клумбы, цветники и вазоны. В первой половине дня рейд прошел на улице Исет-Батыра. Здесь буквально в каждом доме на первом этаже удобно расположились магазины, кафе и аптеки. Однако внешний вид отдельных учреждений удручающий. Переполненные урны, аварийные ступени, высохшие газоны. Не все предприниматели ведут благоустройство прилегающей территории, содержание фасадов проблема. То есть незаконный вывеск рекламы. Вот в основном вот эти основные нарушения наблюдаются на сегодняшний день. Еще в начале весны руководителям предприятия и организации направлялись информационные письма о необходимости содержать в надлежащей чистоте фасады и прилегающие территории. За злостное нарушение правил по благоустройству территории предусмотрены штрафы. Это не касается только бизнесменов. Следить за чистотой по-прежнему обязаны и управляющие компании. Согласно КУАП, согласно статье 505 имеет право наложить даже штраф. Но все-таки мы не хотим до этого доводить. Хотим совместно отработать, что-то подсказываем, как удобнее, как лучше. Хотим все-таки без штрафных санкций привести в соответствие, сделать красивее наш город, наши улицы. В рейде сегодня участвовали общественники. С их слов, в Ак-Тубе немало бизнесменов, уклоняющихся от своих обязанностей по озеленению. Найти точки, накрытые зеленым куполом деревьев в Ак-Тубе, нелегко. Поэтому участники рейда говорят, что главное, чтобы хозяева бизнес-точек приложили свои усилия и думали не только о прибыли, но и о здоровье горожан. Либо равнодушие ко всему этому и заниматься своим бизнесом. Вот видите, да, вот у нас есть там салон, как они относятся к своей территории. И деревья у них подстрижены постоянно, и газон растет. Вот это, наверное, от человека все-таки зависит, от самого управляющего. Еще одна проблема Ак-Тубинских улиц – стихийная торговля. Вот бабушки, завидев внушительную делегацию, сразу же ретировались прочь. Похоже, что и сами проверяющие до конца не знают, как бороться с торгующими продуктами питания с земли. Но в целом такие рейды в эти дни будут продолжены и на других улицах Ак-Тубе. Эти проверяющие уверены, что такое внимание к теме благоустройства дисциплинирует бизнесменов. Лиза Сакева, Мирлана Манжолов, программа «Факт». Руководством Департамента юстиции Ак-Тубинской области на базе Атамикен сегодня был проведен обучающий семинар для предпринимателей по основным направлениям деятельности органов юстиции. По словам организаторов семинара, одним из важных критериев качества закона является его эффективность. Вместе с тем, недостаточная осведомленность населения о правах и способах их реализации становится причиной дисбаланса между объемом предоставляемых законом прав граждан и информацией, имеющейся у граждан об этих правах. Проведенный семинар запускает череду мероприятий с участием руководства Департамента юстиции области во втором полугодии 2019 года. Два года назад в Ак-Тубе в некоторых дворах демонтировали гаражи. Не все подряд, а те, что были заброшенные. Тогда первыми от старых деревянных гаражей избавились в авиагородке. Весь процесс проходил под четким контролем местной власти. Последние же пообещали жителям, что вместо гаражей установят в их дворах детские площадки или разобьют сквер. Однако ничего этого не случилось. Екатерина Айбюллер сегодня вновь вспомнила, как после долгих переговоров на их просьбу демонтировать гаражи откликнулись местные власти. Два года назад осенью на заднем дворе седьмого дома в авиагородке высадился рабочий десант. Здесь под сно спустили под надоевшие жителям старые гаражи. Уже машины ездят, дорогу уже пробили дети. Не только что это самое. Чтобы демонтировать давно пустующие гаражи, тогдашний Аким Сапарбаев лично провел здесь выездное совещание по решению проблемного вопроса, опубликованных жителями в соцсетях. Было принято решение о сносе. Местные жители, говорят, с нетерпением ждали этого события, поскольку заброшенные гаражи были хорошей приманкой для нежелательных гостей – бомжей и наркоманов. Тогда же чиновники пообещали жителям, что вместо гаражей установят в их дворах детские площадки или разобьют сквер. Однако ВОЗ и ныне там. Обещал Акимат нам построить детскую площадку. Позже вчера мой внук игрался, немножко провалился в эту яму. Моему ребенку, мой ребенок инвалид, моему ребенку негде играть. Где играть? Вот и дома машина едет, тут тоже машина и дорога, и ямы. Где моему внуку играть? Не знаем, где играть. Куда не обращается, никому ничего не нужно. Кому не обращались, это уже мы никому не попадем, никому мы не нужны. Акиманчики обещали построить детскую площадку, так как на площади сразу нескольких домов нет ни одной игровой зоны для детей. Но на деле дети продолжают подвергать своей жизни опасности. Только вот официально озвучить свою позицию чиновники из отдела ЖКХ пока не решаются. Обращения журналистов в данный отдел за разъяснениями сегодня не принесли результатов. Лиза Цыкиева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». День вывода войск из Афганистана 15 февраля и день закрытия Семипалатинского полигона 29 августа внесли в список праздничных дат в Казахстане, говорится в постановлении правительства Республики Казахстан. Постановление введено в действие. О других новостях в стране и мире смотрите в следующей подборке. Нур-Султане Нур-Нур-Рекордсмен Гульфстрим «Реактивный бизнес-джет». В составе международного экипажа 10 человек. Помимо россиянина, представителей Великобритании, США, Дании, Южной Африки, Украины и Германии. Кругосветное путешествие – это дань памяти высадки на Луну, которая состоялась ровно 50 лет назад. Прежний рекорд был установлен в 2008 году. Тогда на кругосветку пришлось затратить примерно на 3 часа больше. В Арысе восстановительные работы провели в 551-м доме, сообщает Казинформ. Со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития. В масштабной работе задействованы 184 строительные компании. По данным Комитета по делам строительства и ЖКХ, свыше 4000 строителей и 186 единиц спецтехники сейчас восстанавливают свыше 2725 объектов ИЖС и МЖД. Ежедневно количество восстанавливаемых домов увеличивается на 70-90. Семья утонувшей в бассейне ТРЦ Хан Шатыр девочки намерена подать иски в гражданский суд на директора и классного руководителя школы номер 10 после их высказываний о якобы имевшихся отклонениях у погибшей, сообщает Спутник. Ранее в СМИ было опубликовано интервью директора школы номер 10 Марзии Ташеновой, где она рассказала о том, что у погибшей девочки наблюдалась задержка в психическом развитии. На пресс-конференции в Нур-Султане отец погибшей опроверг все сведения о якобы имевшихся отклонениях у девочки. Как сообщили юристы, в настоящее время в отношении представителей школы, где училась девочка, заведено административное дело. Напомним, 3 июня 8-летняя жительница Нур-Султана Ажар Кабулова утонула в бассейне ТРЦ Хан Шатыр. В бассейн девочка пришла с другими детьми в сопровождении вожатых пришкольного лагеря. Страны СНГ поддержали проект общей визы силквей для Узбекистана и Казахстана для совместного привлечения иностранных туристов. Напомним, в июне 2018 года казахстанская сторона предложила Узбекистану создать азиатский вариант Шенген-Силквиза для привлечения туристов из-за рубежа. Совместное визе проявили интерес Кыргызстан и Таджикистан. Также Казахстан планирует подключить к проекту Азербайджан и Турцию. Уникальные для Евразии древние фигуры золотых оленей нашли археологи Восточно-Казахстанской области. Это уникальные фигурки оленей, у которых рога сплетены золотыми проволоками, золотая гривна, большое количество золотых аркаров и бисеров. Находки были обнаружены в памятнике Елике-Сазе, где в 2018 году были найдены останки золотого человека. Но через две недели будет раскрыта огромная погребальная камера Сардар-1. В ходе раскопок на данном участке были найдены ряд медицинских инструментов, а также железные ножи раннесакского периода, панцирные пластины. До линии Елике-Сазе идет беспрерывная линия развития с 8 века до нашей эры до 8 века нашей эры. Сразу после рекламы во второй части мы продолжим. Специалисты ТО «Арасан Актубе» провели очередную акцию по пропаганде правильного питания. Она прошла в здании народной канцелярии. Путевки в лагерь отдыха сегодня бесплатно вручили 10 детям из малобеспеченных семей. Они будут отдыхать один сезон в загородном лагере Шухула. Благотворительную акцию провел общественный фонд «Шанарак Актубе». Актубе проходит чемпионат области по рукопашному бою среди сотрудников силовых структур. В нем принимают участие спортсмены из департамента полиции, СОБРа, МПС, УСО, Национальной гвардии и Октюбинского юридического института МВД. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Выбираете обувь на лето? В магазине «Авантаж и Еврошос» последние коллекции летней обуви из Германии. Оцените комфорт «Рикер», элегантность «Каприз», молодежную дерзость «Тамарис» и других немецких брендов. Наслаждайтесь качеством кожи, удобством колодки, стельками с воздушными подушечками и подошвой «Антистресс». Узнайте секрет летящей походки с летней скидкой от 25 до 50%. Порадуйте ваши ножки. Магазин «Авантаж Еврошос». В магазинах дорого? Покупай у нас сеть магазинов «Светофор». Все по оптовым ценам. «Светофор» – это магазин-склад, работающий в режиме самообслуживания. Продукты, посуда, игрушки, бытовая химия. Весь спектр товаров повседневного спроса и значительно дешевле. Не пропустите открытие нашего нового магазина. По адресу улица Кулымбетова, 152А, угол проспекта Нокино. Магазин низких цен «Светофор». Открытие 30 июня. Нағыз қыдырыс табиғат аясында болу керек. Земни сат Мерамханасы. Сіздерді жазғы аланға шақырады. Біздің жазғы орнымыз Мерамхананың жайлылығына табиғат аясымен әрі береді. Кәуіппен лүлекебаптың аңқыған иесі. Гүлдермен саялы бақтың ортасында тартымдырақ болады үсті. Сарқ раманың тазалығы, салғын сосындар, шығыс және еуропалық ас өйдің тағандары. Ал дәліғасында Мерамхананың жабығызалы бей алаңы бар. Жазға бақ, қысқы бақтың жалғасы. Өз мерекеңізді таза ауадат ойлаңыз. Күріуесіге ретро парк жағында. Эврика газеті баспан ұсқасында сәрсен бі күні шығады. Эврика газеті электрондың ұсқада кез келген күні оқлады. 3W ніктерикатығы ніктер кейзет сайтында жаңа номермен материалдардың мұрағаты, фотосуреттермен бейнелер, сауаннамалармен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, сүніктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Эврика газеті енді андроид және айос мобильді қосымшасында. Специалисты ТО Арасан Актюбе провели очередную акцию по пропаганде правильного питания. Она прошла в здании народной канцелярии. Акция была направлена на популяризацию здорового питания среди актюбинских детей. По данным Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый ребенок в Казахстане страдает от избыточного веса и проблем, связанных с неправильным питанием. Сейчас вообще вопрос нездорового нерационального питания очень остро стоит. Оказывается, в Казахстане каждый пятый ребенок болеет избыточным весом и либо страдает ожирением. Поэтому сегодня Арасан Актюбе совместно с НПО Миром Актюбе организовали акцию в Народной канцелярии в целях информирования населения о правильном питании. В ходе акции работники ТО Арасан Актюбе разговаривали с посетителями Народной канцелярии, раздавали им буклеты и советы, как улучшить питание детей. По данным ВОЗ в Казахстане, эпидемиологический мониторинг детского ожирения показал, что 77,5% всех детей третьих-четвертых классов имеют нормальный вес, а 19,1% детей – избыточную массу тела, включая ожирение. Среди них 6,5% мальчиков и 5,5% девочек имеют ожирение, более 1% – чрезмерное ожирение. Как оказалось, причиной эпидемии ожирения в основном является рацион питания детей, начиная с кормления грудью. На диету в целом влияют и последствия малообеспеченности, отсутствие продовольственной безопасности и низкий уровень образования родителей. 1360 детей отдохнуть этим летом в оздоровительном лагере Мугаджары. 15 дней без интернета и связи. Только спорт, свежий воздух и творчество. В каких условиях развиваются и отдыхают дети, узнала наша съемочная группа. Ага, все та же четвертая власть. В необычных костюмах, красивых масках и улыбками на лице встречают гостей дети, отдыхающие в оздоровительном центре Мугаджары – Тонского горнообогатительного комбината филиала АО «ТНК Косхром». Везде чувствуется атмосфера добра и счастья, но самое главное – в руках ребят отсутствуют смартфоны. Это, пожалуй, мечта всех родителей. Мугаджары предлагают своим юным гостям все условия, кроме Wi-Fi. Да, мне здесь очень нравятся, особенно дискотеки, вечерние мероприятия, зарядки, еда, отдых. Также мы купаемся, ходим на речки. Ежегодно в летнем оздоровительном центре Мугаджары Донского ГОКа в Храмтау отдыхают более 1300 ребят в возрасте от 7 до 14 лет. Приезжают сюда этим летом 120 детей-сотрудников Актюбинского завода фиросплавов. Размещаются они в нескольких уютных корпусах. Есть отдельная столовая, тренажерный зал, велосипеды, уличные тренажеры, библиотека, физиокабинет. Дети хором твердят, что шестиразовое питание дает им необходимую энергию на весь день. А некоторые утверждают, что здесь готовят вкуснее, чем дома. Также с удовольствием юные отдыхающие пьют кислородные коктейли. Говорить об этом месте, то это место, по личному моему опыту, известно не только в Западной Казахстанской области, но и за его пределами. Так как обучаюсь в Астане, я наслышана о многих лагерях, и многие люди, допустим, с Астаны, они наслышаны об этом лагере. И здесь разрабатываются специальные программы, собирается наилучший состав, который позволяет раскрывать таланты и скрытые таланты абсолютно каждого ребенка. Кроме развлекательных, в центре Могаджары есть и образовательные тематические мероприятия и игры. Приучая детей к труду и самостоятельности, некоторые обязанности возложили на парламент, президента и шерифа лагеря. Удивило и то, что здесь есть своя биржа труда и своя валюта в Сомике. А за здоровьем детей следят врач и медсестры. Могаджары – это современный и хорошо оснащенный оздоровительный центр, где созданы все условия не только для отдыха, но и спортивного, интеллектуального развития мальчишек и девчонок. Я думаю, что именно дети, отдыхающие в нашем центре, горды, что их родители работают именно в таких организациях, как ДГОК и АЗЕФ. Надо отметить, что в этом году Евразийская группа отмечает свое 25-летие. Обитатели Могаджар не остаются в стороне. Многие мероприятия здесь прикликаются с темой юбилея. Так, в этот раз во время конкурса «Именинник года» дети не только выбрали именинника, но и нарисовали поздравительные открытки для ИРДЖИ. Летние сезоны продолжаются. Все ради счастья детей и их родителей, которые вносят свой вклад в успешную работу компании. Узевки в лагерь отдыха сегодня бесплатно получили 10 детей из малообеспеченных семей. Они будут отдыхать один сезон в загородном лагере Шугла. Благодарительную акцию провел общественный фонд «Шанрак Актубе». Сегодня общественный фонд «Шанрак Актубе» совместно с лагерем Шугла, это бывший энергетик, проводит мероприятие по раздаче путевок в детский лагерь Шугла для десятерых детей из многодетных семей. Вообще, лагерь Шугла, он один из лучших в нашем городе. Это единственный, где есть бассейн, баня в нашем городе. Он платный, 55 тысяч тенге стоит, но это за счет спонсорских средств мы решили раздать детям. Как рассказали организаторы мероприятия, подобные акции ими проводятся регулярно. К примеру, в прошлом году в рамках благотворительной программы «Дорога в школу» фондом было собрано 210 рюкзаков со школьными принадлежностями для детей из малообеспеченных семей. Каждый комплект обошелся в 15 тысяч семье. В этом году благотворительный фонд призывает меценатов повторить прошлогодний результат или даже улучшить его. В Актюбе проходит чемпионат области по рукопашному бою среди сотрудников силовых структур. В нем принимают участие спортсмены из департамента полиции, СОБРа, МПС, УСО, Национальной гвардии и Актюбинского юридического института МВД. Всего за золото областных соревнований борются свыше 100 рукопашников. Сегодня в департаменте полиции проводится чемпионат области по рукопашному бою среди правоохранительных органов, а также силовых структур, а также Национальной гвардии, погранвойск, департамент уголовной исполнительной системы и учебных заведений Актюбинского юридического института МВД РК. В данном чемпионате участвуют 25 команд свыше 100 сотрудников. Наиболее подготовленные сотрудники, которые получили занявшие первые места, будут участвовать на чемпионате Казахстана по рукопашному бою в городе Караганде, который будет проводиться 18 июля текущего года. В ходе чемпионата бои проходили в 9 категориях весовых – от 55 кг и до 90+. Как отметили полицейские, среди спортсменов немало титулованных бойцов, выступающих за сборные страны. Победители первенства смогут принять участие в республиканских соревнованиях, которые пройдут с 19 по 21 июля в Караганде. Директор оркестра стал вице-министром культуры и спорта Казахстана. Министр ведомства Актоты Раимкулова представила нового вице-министра, передает «Энгри Ньюз Кейзет». Нуркиса Дауешев родился в 1985 году в Западно-Казахстанской области. Выпускник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Магистрант Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. В разные годы работал артистом филармонии Академического оркестра народных инструментов, преподавателем кафедры традиционное музыкальное искусство. Казахстанской национальной академии искусств имени Жургенова. С 2013 года был директором Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы. О других новостях спорта смотрите в следующей подборке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...